МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Парать бабу, молодой студент. О! Ну и как? Мярко? Мярко. А вот и шо, ваша семья? Да. Да. Бачишь? У меня тоже двоих детей. Сколько тебе лет? Мне? Да, тебе. Девять с половиной. Девять с половиной. Нет, восемь с половиной. А мой сын третийский молодший. Ему шесть с половиной. Вы ехали на мотоцикле. Я ехал на мотоцикле? Да. А, в кино в каком-то? На велосипеде, я хочу показать. Нет, на... На мотоцикле? Да. То в одному кино? А на велосипеде теж було. То в іншому. Только вы сказали своей доньке, чтобы она ни с кема не целовалась. Я считаю, что это правильно. Видишь, какой телефон? Здесь крутимся. Сейчас позвоню, это глава нашего офиса. Его зовут Андрей. О, да, я его видел. Он висит и такой прикольный. Ну, прикольный тоже. Ты впевнен, что это день? Да. Ну, добре. Давай я ему сейчас позвоню. И ты ему поставь вопрос, например. Ну, как там в стране сейчас? Все нормально? Скажешь? Готови? Ну, давай. Возможно, так. Он почув. Алло. Добрий день. Добрий. Ну, как у вас в Украине? Добрый день. Дуже добрый. А что ты? Папа президент? Артем. Артем. Я вас видел по... Я вас видел по телевизору. Ты тоже станешь президентом. Нет, нет. Мы дома с головой офиса. Заходи там. Покажи тебе, как работать. Мы вам вдячны с хлопцами. До встречи. До встречи. А скоро у нас будут дороги нормальные? Правильно. Зараз мы позвоним, главное. У меня есть премьер-министр Гончарук. Олексей. Добрый? Зараз позвоним. А Олексей Гончарук? Да. Премьер. Вы скажете, Олексей. Будут нормальные дороги уже скоро? Скажете? Угу. Домога? Давайте. Картин. Сейчас. Аллах. А скоро у нас будут нормальные дороги? Это хлопцы. Пришли. Мы их витали с Днем Святого Миколая. Я сказал, что сейчас мы позвоним из моего кабинета. А они в питании. А скоро у нас будут нормальные дороги? Я им сказал, что сейчас мы позвоним человеку, которая за это отвечает. Да. Девушки, смотрите. Мы с президентом сделаем все для того, чтобы больше нормальных дорогов стало уже в следующем году. Но все поступово. Какие дороги отремонтуются в следующем году? Мы там 4000 километров собираемся отремонтовать. А за 5 лет сделаем все. Ты знаешь, Олексей, дети начали засинать. Это похоже на казку. На ночь. Мы вас тоже витали с Днем Святого Миколая. Дякую вас тоже. Витали. Витали. Счастливо, пан премьер-міністр. До побачення. Какие еще вопросы? А куда закончится коррупция? О, тут есть одна человек. Это глава Службы безопасности Украины. Поставьте ему вопросы, хорошо? А потом я. Иван. Алло. Алло, Иван Геннадьевич, а когда закончится коррупция? Коррупция закончится тогда, когда мы все вместе захочем, чтобы она закончилась. Когда мы будем подавать собственными действиями пример для всех других. Когда мы будем ответственно относиться к государству, а государство будет ответственно относиться к нам. Сказал очень красиво. А так, чтобы дети понимали? Все начинается с себя. Это давайте хабарить. Думаешь, что дети где-то по 9 лет, они хабарей уже дают? Ну, вы знаете, как оно все начинается? Они, например, могут видеть, как кто-то что-то вырежет. То сделайте им просто зауважение. Что не нужно этого делать? Сделайте все по закону или по совести. Спасибо. Спасибо. Вот самое главное, что сказал вам Иван Геннадьевич, чтобы делать все по закону или по совести. Понимаете? Мы вам благодарны, Иван Геннадьевич. Спасибо. 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 Ну, пошли. Вот такой айфон у нас, бачите? Айфон. Вон хотів спитати у пана президента, чи важко керувати країну. Чи важко керувати країну. Кажут, что ты еще запитаешь? Забывся. Забывся. Ничего страшного. Отпитайся. Ничего важного. Почему? Ничего. Найскладнейшее, мне кажется, залишаться человеком, працював президентом. А найскладнейшая справа, мне кажется, она сейчас у вас. И в будущем и в будущем будет тоже у вас. Без освіти, гарно, не можно стать нормальной, освященной, интеллигентной, интеллектуальной. И тогда уже не важно, какая у тебя будет в будущем работа, если ты готова к этому. Поэтому сейчас школа, а потом университет, чинститут. Не важно. Эти годы, они сложнее, главнее и интереснее. Ну, пригощай. Тортик. Такой? Чи тортик? Какой ты хочешь? Цей лучший? Правильно, у президента забирай портик. Мне не надо. Если понравится, подписывайся на видео, да? А мне наполеон. Давай. Что вечно гоняешь? Футбол. 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 Что еще? Я только люблю играть в футбол. Поэтому в будущем скажи, мое хобби – футбол. О, футболисты, игроки, очень много заработаем. И очень известные. А вболиваешь за какую команду? Нет. Но я люблю только Украину. Это правильно. А в Украине очень много футбольных команд. Какую любишь? Рональдо. Вболиваю за Украину, но люблю Рональдо. Правильно. Рональдо – это лучший украинский игрок. КОНЕЦ